всем привет с вами меха мы на канале похудеть бесплатно шага в магазин снег на дороге практически растаял но на тротуарах и так еще продолжает лежать а на дороге вы видите уже дороги чистые сухо тротуар тоже чистить много скользко но ходить может когда магазин дальний по делам и чтоб как обычно не шагать пустую что-нибудь вам расскажу смотрел я эти дни какие-то фильмы тот тот ничего такого знаете интересного яркого запоминающего сожалению не увидел вот вчера смотрел кинокомедию не смотри вверх называется главных ролях леонардо декаприо леонардо декаприо в комедии ну вообще были у него комедии нормально нормально можно раз посмотреть там знаете юмор такой конечно не прямо разнос средний юмор так но интересная сама идея и знаете взяты хорошо показаны реалии наших дней вот прямо вот очень похоже смотрите короче ситуация какая там телескоп обалденные девочка там какая-то лаборантка 1 рассмотрит приходят фотографии там постоянно идут она смотрит какой-то пятно дула чуку начинают разбираться и короче открывают что летит огромный метеорит там 10 километров в длину ширину круглый как обычно и она звонит профессору а профессор это как раз леонардо декаприо он приезжает и начинают они рассчитывать где когда как она пройдет рядом землю или считают считают и у него получается что она прямо в землю попадает и несется с большой скоростью он такой не понял он сразу тоже отправляет все эти данные свою своему обществу этих научных специалистов профессоров те проверяют его данные то что он считал действительно получается что летит прямо в землю и после столкновения с таким метеоритом короче земля погибнет летит он с большой скоростью будет это месяцев через шесть они такие в шоке сразу вызывают ну название вот специалисты по кибер защита земли от всяких метеоритов метеоров и тому самая летающих камни планет он говорит вы уверены да они собираются вот так и так он а когда как она рядом далеко пройдет играет нет прямо в землю попадет вон да ладно да вот подтверждение от других ученых тоже он ё-моё поехали берет их везут президенту президент играет мэрил стрип помните такую круэллу которая в этом далматинцах играла плохую тетку которая хотела шубу из далматинцев вот это до мэрил стрип и получается они такие пришли сидят час-два-три а там решаются какие-то проблемы у них там перевыборы у них там какие-то кандидаты там вот они говорят а вы сказали что мы тут сидим что катастрофа будет да сказал все короче в тот день их не принимать ваш прием на завтра перенесли все заняты своими делами понимаете они приходят на второй день пробились кабинет идем вот он начинаю знаете как вот этот профессор рассказывать долго нудно ему говорит ну конкретнее скажите чтобы вот это но вы рассказываете косинус синус ну там и он ведь она попадет всем и зачем вы нам так долго еще дальше просто земля ой мы так столько раз слышала еще одна версия конца света узнаете все этого короче говорит идите никому не говорите держите это в секреты это государственная тайна никому не говорите все будет хорошо не понимаете это катастрофа все идите они выходят естественно но если мы никому не скажем они так про свет просидят в тех кабинетах а потом катастрофу будет не избежать они берут кидают вот это журналистам журналисты естественно о хорошая информация вызывает их студию не сидят такие студии там вам расскажу так все вот смотрите сначала первые 10 минут блоки идут там и вот это предвыборная компания идут потом вторые 10 минут идет развод какой-то там певицы с каким-то певцом а потом уже и ваш вот этот рассказ про планету и шо ты вам да не планета метеорит летит комета метеорит в нашу сторону хорошо нет они такие вот понимаете в шоке вот тут чисто вот все своими делами всем по барабану все что-то найти росказни вот это про конец света еще это мы уже до того привыкли знаете что нас уже сколько раз пугали рассказывали что водка не цвета двухтысячные помните еще там короче выступают сначала те а потом про развод вот такой вот как вот прям современно вот то 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 она изменила он изменил они расстали тут их прямом эфире соединяет он готовит на люблю давай все там радость еще такая потом наступает их не время они начинают рассказывать а эти ведущие вот так знаете как все да 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 и вот это в шуточки переводят шуточки при баба уточки знаете полувеселые новости не говорят ну как бы это не смешно это потом девушка которая эту комету открыла срывается начинает кричать все пошли на нее уже потом наделали мемов как-то нервничает и вот это кричит а там ну знаете прикол с ним пора делаем сказали все мы не хотим вас видеть на нашем канале вы нервно а вот профессор нам понравился он такой сексуальный говорит все вот профессор у нас будет вести вот это рассказывать про комету и вот но все равно не понимаем что происходит короче проходит еще месяц победа летит они уже подняли больше общественности телевидение а вы знаете как всегда общественность разделяется сразу на два лагеря одни говорят посмотрите вверх поднимите глаза посмотрите вон комета летит нас уничтожит этот метеорит а другие не смотрите наверх они хотят вас обмануть и вот это вот знаете как это манипуляция вот этими новостями на самом деле это не просто метеорит это миллиардеры из еврейской ложи масонов создали этот матери специально запустили в нашу сторону чтобы нас пугать деньги с нас ну вот знаете вот этот информационный бред начинается те за те против те смотрите те не смотрите это сказки это правда это катастрофа мы все умрем другие не это россказь не поверьте лучше туда и так далее и так далее знаете это такая каша вот малаша вот этого информационного нормально смотреть можно один рекомендуем посмотреть смешно во всяком случае но и не еще знаете смешно и в то же время грустно понимаешь что вот так у нас действительно все жизни понимаете то что серьезно то что у нас экология страдает все загибается что нас кормят обычно это по барабанам главное что там пугачева с галкиным или что-то филипп киркоров там с тем а что там то то что вот вот знаете нас отвлекают вот этим всяким бредом вместо того чтобы давать нам информацию которая действительно нам нужна для жизни нас запаривают короче дачи да расскажу уже тот фильм не знаю кто посмотрит тот посмотрит кто не посмотрит так хотя бы будет знать короче потом берут какого-то безбашенного спецназовца он говорит я дайте мне шаттл бэушный использованный старый я полечу дайте мне заряд я влуплюсь в этот метеорит он взорвется и все как вот помните как типа вармагеддоне все ему дают ракету и все куча ракет с ним отправляются он себя хлопает в ладоши браво браво а он такой раз подлетел вверх и потом раз разворачивается и вернулись обратно все корабли и ракеты а тут профессор в чем дело вышел осталось там два месяца до столкновения они вызывают опять президента его говорят дело в том что компания там телефон на 1 не помню какое название она сказала они вычитали что там в этом метеорите куча драгоценностей но потому что вот эти алмазы золото все прилетать на самом деле с космосом ну частично и он такой драгоценный что-то там миллиарды долларов туда сюда ну что если она влупится в нашу землю мы все умрем понимаете зачем вам эти миллиарды нет мы сделаем по-другому мы отправим свои спутники с маленькими роботами мы этот разделим его на кусочки кусочки опустим на землю и сами и станем самой богатой нации в мире навсегда и надолго мы всех купим и все короче отправляют они эти кораблики навстречу этом метеорит там один взорвался корабль 2 забрал взорвался то да все нормально старше этой компании богач какой-то там все нормально это мы предвидели потом прилетели они к этому метеориту и начали посадку у него во время посадки еще пару спутников этих роботов взорвалась потом еще во время когда начали бурение взорвали а потом такая президент своей говорит а сколько вообще минимально надо чтобы разобрали они вот этот ну на кусочки метеорит он такой минимально я не помню сколько двадцать или сколько-то она говорит вот так у нас уже осталось и по 12 уже не хватает его разобрать он не все нормально и все я я сейчас приду мне надо в туалет и такой текать она подожди я тоже я с тобой хоп а у них получается корабль был уже 40 космически с вот эти крео камерами чтобы отправиться вдаль искать новые планеты и получается они улетают на корабле президент еще приближенные там ну там сто с чем-то человек или сколько они улетают планеты земля а эти спутники частично раскололи этот метеорит на на несколько части на осколки на эти осколки все равно все взлетели в землю и естественно все погибнуть на земле кроме тех которые улетели искать новые планеты вот такой вывод мол лучше быть ближе к президенту у них есть секретный план но правда там показали в конце что план их не сработал они высадились на какую-то новую землю нашли а там какие-то такие как тиродактиль ей голову отгрызли к этой президенте тоже показали что мы как вы не крутитесь все равно вы также закончить плохо какие люди ушел вот такой вот фильмец и захотите посмотрите очень дал показательно и говорю как у нас все это манипулируют новостями перекручивать как хотят и вот это начинаются сразу кто-то хочет на этом заработать кто-то сразу делает два лагеря мы мы за вакцинацию мы против вакцинацию мы ненавидим друг друга и так далее кто-то продает эту вакцину кто-то покупает ну так во всем понимаете это не обязательно там про вакцины везде вы заметите кто-то всегда хочет что-то заработать и вот знаете обидно что ему по барабану вот наша жизнь поэтому вы старайтесь поменьше на все эти выключайте тут телевизор и смотрите вот такие комедии посмеялись и забыли а так что смотрят телевизор там один негатив оттуда идет вот реально вы вы знаете я вам уже неоднократно говорил вот смотрите вот фильм какой захотели немного морально отдохнуть вот тут свой жанр какой вам нравится посмотрели получили удовольствие все вы не привязывается когда он посмотрел и забыл потому что ну ты понимаешь что это это леонардо декаприо это художественный фильм что так сказал вам все и выгоды вылетела с головой а вот так если завтра ой вполне возможно мы обнаружили путь и ты будешь там готовится это прилетит так прилетит вы поняли если уже нам что-то будет лететь такое ты уже изменить этого не сможешь да вся надежда что пронесет или мимо пройдет а из-за того что ты будешь нервничать ты только заработаешь себе очередную кучу болячек все мои дорогие еще раз вам покажу снег есть еще но дороги уже практически сухие но небо затянуто может еще и пойти целую люблю вас пока пока ищите нас на ю тубе под хэштегом жиру к 5 подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии давайте худеть вместе мы сможем это сделать